Я хочу поприветствовать всех слушателей курса «Аудиовизуальный перевод». Зовут меня Светлана Габуни, я генеральный директор российской студии дубляжа международной компании «Издиай Медиа». В первую очередь я, конечно, хочу поблагодарить компанию «Руфилмс» и персонально Алексея Козуляева и Елену Конотопову, а также всю их команду за то, что они делают невероятно важное дело. В чем же важность? Вы не поверите, но наша отрасль, отрасль дубляжа и локализации, испытывает невероятный голод в специалистах по аудиовизуальному переводу. Но, как показывают исследования, несмотря на то, что каждый год российские вузы, лингвистические вузы и факультеты иностранных языков выпускают большое количество студентов, тем не менее специалисты по аудиовизуальному переводу отсутствуют. Поэтому первое, что важно, то, что делает компания «Руфилмс», это на своих курсах она дает вам навыки работы с аудиовизуальным переводом. Я думаю, что сотрудник нашей компании «Издиай Медиа», операционный директор Станислав Малашкин в своей лекции расскажет вам об особенностях перевода под дубляж, и я думаю, вы поймете, как после перевода с этим работают актеры, на что обращают внимание режиссеры дубляжа, что такое укладка, и вообще поймете специфику нашей работы. Второе, то, что приобретая подобные навыки, вы обретаете в себе уверенность, потому что вы получаете некое конкурентное преимущество на рынке труда. Как я уже сказала, и именно потому, что очень мало специалистов по аудиовизуальному переводу. Третье, что я хочу сказать, очень часто выпускники боятся обращаться в большие компании, в частности, в такие международные компании, как наша компания «Издиай Медиа». Они думают, что у них не получится, но я хочу призвать вас дерзать, потому что если вам отказали после первого теста, просите и настаивайте на втором, на третьем. Как известно, количество переходит в качество, и если вы захотите быть лучшим среди первых, вы им станете. Если кто-то захотел стать писателем, поставил себе планку писать как аксенов, то я вас уверяю, что он будет писать как пятиклассник. Но если вы ставите себе планку писать как Гоголь или Достоевский, вы, может быть, будете писать как аксенов. Второе, на что я хотела бы обратить внимание, смотрите за трендами. Два основных тренда, которые наметились за последние годы. Первое – это культурное сближение между Россией и Китаем. Вы, наверное, обратили внимание, что в новостях очень часто появляется информация о том, что в России открываются китайские каналы, в Китае открываются российские каналы. И, конечно же, переводчики и на той, и на другой стороне очень нужны. Так что люди, которые владеют китайским языком, имеют хорошие перспективы в трудоустройстве. Второй основной тренд – это желание наших российских производителей анимационных и художественных фильмов продавать свою продукцию за рубеж. И надо сказать, что за последние два года мы видим немало успешных проектов, которые пользуются большой популярностью в Европе. Следовательно, появится большая необходимость в аудиовизуальных переводчиков с русского языка на другие языки мира. И поэтому в данном случае я могу вам только посоветовать читать больше художественной литературы, смотреть больше художественных фильмов на языке оригинала, для того, чтобы чувствовать специфику языка, понимать юмор, понимать сленг. Ну, я не буду вас долго грузить. Я хочу просто еще раз резюмируя, обратить внимание на несколько основных пунктов. Первое. Будьте смелыми. Дерзайте. Никогда не тушуйтесь. И если перед вами закрылась одна дверь, пытайтесь войти в окно. Второе. Обращайте внимание на тренды. Третье. Ставьте перед собой всегда только самые высокие планки. И четвертое. Помните о том, что вы продаете работодателю свои навыки. И самой лучшей презентацией будет успешно пройденный тест. Но количество переходит в качество. И поэтому, если вы не прошли тест первый раз, обязательно пытайтесь второй, третий. И я желаю вам удачи. Буду рада видеть вас в качестве переводчика нашей дружной компании Изяя Медиа.